История спасения, прогремевшая на всю Россию, приключилась в Шуйском районе. Участниками ее стали не отчаянные супергерои, а бригада работников Шуйской районной электросети. Дневная смена как раз подходила к концу, когда Александр Соловьев, Сергей Зайцев и Андрей Агуров подъезжали к деревне Семейкино. Дело в том, что уже было 16 часам время шло, то есть сначала уже смеркаться и шел сильный снег, то есть видимость тоже была довольно плохая. Двигались мы с той стороны, с горы, после выполнения работы. Приезжая вот в этом месте, обнаружили, что вот в эту сторону идет след юза от машины. По всей видимости она тормозила или ее занесло. И, значит, ударившись об этот столб, как впоследствии казалось, машину развернуло и унесло вот в этот вот водоем, в эту реку. Ну, с горы, когда мы ехали, мы этого не видели. Проезжая вот здесь, уже посмотрели, увидели с той стороны торчащую машину, точнее багажник от машины. Неизвестно, как давно произошло ДТП, но к тому моменту автомобиль почти полностью был под водой. Электромонтеры, недолго думая, решили спуститься и посмотреть, не нужна ли помощь. Крикнули, кто есть, кто живой. Подался такой слабый голос, помогите. Ну, как впоследствии казалось, это был мужчина. Двери машины были заблокированы льдом. Времени, чтобы дождаться помощи спасателя, у пострадавшего не было. Он стоял по шее в воде в машине, штопором уходившей на дно реки. Мужчина промок, замерз и был сильно напуган. Случайные свидетели ЧП решили спасать его своими силами. Боялись, что машина начнет движение, уйдет под воду и подобраться будет очень сложно, так как машина была скована льдом. Хорошо было, что открыт багажник, спасло. Так бы могло все кончиться уже. Могли бы уже не успеть. Но подвязали быстро веревкой, то есть не дали ей в машине никуда двигаться. Мужчины признаются, в тот момент сомнений не было. Они четко осознавали, что нужно делать. Пригодились знания, полученные во время многочисленных учений на предприятии. Мастер отдал сразу команду, мы взяли лестницу, веревку. Мастер пошел разбираться с ситуацией, пока мы это все брали. Сразу прибежали, положили лестницу на лед, потому что нельзя было подойти. Потому что лед был пробит и по краям проваливался. Сразу же мастер в холодную воду залез рукой и нашел под багажником крюк, за что можно было зацепить веревку. Открыли багажник задний. Ну и обнаружили там уже окончательно человека по шею в воде. И руки вперед тянул, говорит, мужики, помогите. Ну вот, стали его вытаскивать. Вытаскивать было, конечно, тяжело. У него, казалось, ноги не очень хорошо работали. Ну, вытащили его. Подоспевшие парни из других машин, которые остановились, помогли его донести. Ногами он идти не мог. Все это заняло считанные минуты. Чудом спасенного мужчину отвели в служебную машину. Переодели в сухое и напоили чаем. Минуту спустя подоспели спасатели, затем медики. С переохлаждением пострадавшего увезли в больницу. Сотрудники МЧС действия бригады оценили на отлично. Промедление или ошибка, уверены профессиональные спасатели, могли стоить пострадавшему жизни. Данная структура, Шуиский РЭС, они входят под систему РЭСЧС. И ребята действительно оказались подготовленные. И, значит, самое главное, они проявили мужество, наверное, отвагу. Я не побоюсь этого слова, хочу сказать. Вот, действительно, проявили героизм. Если бы еще прошло какое-то небольшое время, автомобиль полностью ушел бы под лед, и человека просто потеряли бы мы. Этот участок дороги печально известен у местных автомобилистов. Крутой поворот, скользкая дорога. Подобные случаи здесь нередки. Но кончаются, как правило, гораздо трагичней. Восемь лет назад на данном участке дороги с интервалом в один месяц произошло два дорожных происшествия аналогичные. Вот, в одном случае погибло два человека, в другом случае погибло четыре человека. Вот, и поэтому данный случай, я считаю, ну, просто повезло. Повезло, что на пути оказались именно эти люди. С пострадавшим сейчас все хорошо, его жизни ничто не угрожает. Тот день для него, по сути, второй день рождения. Для его спасителей это тоже будет особенной датой. Хотя героями, как признаются мужчины, они себя не считают. Просто оказались в нужное время в нужном месте. Не смогли остаться в стороне. Долго очень вечером приходил себя после увиденного. То есть, открыли багажник, человек стоит в воде, еле живой. То есть, вот, состояние-то было немножко подавленное. Ну, чувствуем нормально себя. Ничего, не каждый день это происходит. Ну, мы выполнили свой гражданский долг. На нашем месте любой должен так поступить. Вот все, что могу сказать. 27 декабря российские спасатели отметят свой профессиональный праздник. Теперь заслуженный этот день станет праздником и для троих сотрудников электросети, чье неравнодушие и слаженные действия спасли человеческую жизнь. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.